Исполняющий обязанности главы города Иван Носков пообещал в ближайшее время проверить благоустройство парка молодежной в промышленном районе. Его благоустраивали по программе формирования комфортной городской среды. У общественников есть замечания по проведенным работам. В Октябрьском районе Самары завершают реализацию проекта по программе «Содействие». На улице Челюскинцев 23 восстановили тротуары, внутриквартальный проезд, создали парковочные места и установили бордюры. Прием заявок на следующий конкурс завершается 31 октября. В Ленинском районе Самары горело заброшенное здание на улице Ульяновской 28. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. В расписании аэропорта Курумыч появились новые рейсы из Самары на Шри-Ланку. Самолеты будут летать периодичностью один раз в 10 дней. Продолжительность полета – 8 часов. В Самаре стартовал городской этап всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Турнир проходит в новом бассейне в Куйбышевском районе. Среди участников более 150 воспитанников спортивных школ города в возрасте от 11 до 13 лет. В течение трех дней разыграют 20 комплектов медалей. За прошедшие выходные более 2200 жителей Самарской области сделали прививки от гриппа, пневмококовой инфекции и COVID-19 в мобильных пунктах вакцинации. Врачи напоминают, что для формирования иммунитета после вакцинации необходимо две недели, поэтому рекомендуется пройти иммунизацию заранее. Жители Самарской области приглашают поучаствовать в онлайн-опросе в рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках региона, а также удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Сделать это можно до 15 ноября. В Самарскую область привезут икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Встречи со святыней пройдут в Покровском кафедральном соборе 3 ноября, в соборе Софии Премудрости Божией 4 ноября, в храме в честь святых апостолов Петра и Павла 5 ноября и в храме в честь святителя Николая в Новокуйбышевске 6 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok